Друзья, приветствую вас, Жук и Виталий на связи. Сегодня, как обычно, кратко и по делу разберем ситуацию на криптовалютном рынке. Разберемся сегодня с вами преимуществом биткоин, потому что биткоин показывает довольно неплохие формации, которые потенциально на графике выглядят как разворотный формат. Хотя, честно говоря, думаю, что это бычья ловушка. Обращу внимание на важные уровни, обращу внимание на формации, которые мы получаем с вами локально, обращу внимание на объемы. Совсем быстро пробежимся по альте, потому что тут, в принципе, ничего не меняется. Единственное, сразу с самого начала говорю, эфир-аккуратно. Ворнинг, ворнинг, ребят. Поэтому это очень опасный актив сейчас. Но об этом мы чуть позже с вами поговорим. А сейчас же все-таки больше акцента я хотел бы сделать на биткоине. Лайк, подписка и комментарий. Это повод поучаствовать в розыгрыше 150 долларов на моем канале раз в 500 подписчиков. Плюс не забывайте, что в описании всегда есть ссылочка на мой бесплатный телеграм-канал, где я делюсь всеми своими сделками. Ну и, соответственно, кстати говоря, я тут планирую остаток фиата уже добирать. Буду сейчас смотреть от определенных уровней, которые разберем. Поэтому, думаю, скоро в телеграм-канале еще новые сделочки появятся. Ну и, соответственно, все мои предыдущие сделки, они тоже в открытом доступе. Поэтому ссылочка в описании на мой бесплатный телеграм-канал. И еще не забывайте, что в описании есть ссылка на Bybit. Пожалуй, я считаю, лучшая криптовалютная биржа, которая сейчас есть. Очень нравится мне эта платформа. Собственно говоря, не затягиваем. Добро пожаловать на график. Мы с вами начинаем. Так, первое, на что я хотел бы обратить внимание. Открываем на часовых таймфреймах. Соответственно, это давайте 4 часа, чтобы было более понятно. Это у нас биткоин. Потенциально выходит из канала. Здесь у нас уже показывал объемы. Потом всех начали сливать. Здесь на отличных объемах мы с вами вылетали. Я вам писал об этом в телеграм-канале, что типа внимательно. И, что важно, выходим на часовики. Понимаем, что фактическое пробитие у нас было. Ну вот здесь даже написано 24 400. И что мы получаем? Мы получаем с вами объем продавца. Да, не исключаю, что это продажи от уровня сопротивления. Что сейчас мы с вами будем выходить и закрепляться. Но, ребята, для начала надо выйти и закрепиться, чтобы не получить потенциально вот такую ситуацию. Разумеется, сейчас лонги очень преждевременны. Ни в коем случае. Только на пробитии и с коротким стопом. Но должны мы с вами учитывать, что, однако, ситуация довольно потенциально для лонгов благоприятна. Потому что, если мы с вами заходим за этот уровень и, соответственно, закрепляемся, должны получить довольно неплохой объем покупателя. Причем объем покупателя реально нас может выкинуть на 28-32 тысячи спокойно. Однако же, что касается ситуации более глобальной, скажу честно, я сомневаюсь в этом. Думаю, что это потенциальная бычья ловушка. И нас еще будут возвращать в канал. И более того, будут скидывать вот эти среднесрочные стопы. По крайней мере, я все-таки довольно давно в рынке. И формация, честно говоря, типичная. Очень часто берут с кваза накопления, скидывают ниже. Но все равно работаем по ситуации. Не всегда надо оглядываться назад. Работаем по ситуации. Если дадут хороший объем, то с коротким стопом заходить здесь можно, потому что могут выкинуть вот в этот канал. Но этот канал, диапазон там плюс-минус тридцатки, о чем я вам говорил. Собственно говоря, по биткоину все это очень важный момент, на который стоит обращать внимание. И если мы сейчас находимся даже в формате криптозимы, и многие такие, ой, буду реже поглядывать за графиком. И я так, собственно говоря, делаю. Ну, я постоянно смотрю все равно график. Но, скажем так, в моих реалиях реже. То сейчас более пристально, конечно, за рынком надо следить. Потенциально здесь могут дать разворотную формацию. Но еще раз говорю, на глобальных таймфреймах все-таки по мне так высшая ситуация, что мы сейчас опять пойдем к этому уровню поддержки. Ну и по стандартному формату. Буду держать вас в курсе в Телеграме. Сейчас, главное, обозначил вам, что рынок становится интересным. Эфир у нас с вами на всех этих новостях все-таки показывает рост. И я хотел бы обратить внимание, что нисходящий тренд мы с вами не поломали. Ребята, эфир крайне перекупленный. Очень высокая вероятность, что в следующем месяце начнутся какие-то контр-новости, которые будут против всей этой системы, ситуации с Proof of Stake. Поэтому будьте внимательнее. Что касается RIPLA, очень неплохие уровни держат. Честно говоря, на долгосрок актив к покупке очень неплох. Zcash обозначал в прошлом выпуске более подробно. Хочу здесь только обратить внимание, что потенциально актив консолидируется. И очень велика вероятность, что мы с вами будем здесь получать восходящий формат. Очень близко мы к преломлению границы нисходящего тренда. И вероятность, что актив будет нам показывать в следующем полугодии 100 и выше, очень неплохая. Поэтому здесь, в принципе, уже можно даже со стопами заходить. И хочу важный момент обратить на DogiCoin. Несмотря на то, что давайте более локальные таймфреймы с вами откроем, несмотря на то, что мы с вами довольно неплохо держим канал, я все-таки думаю, что здесь тоже будут еще скидывать. Поэтому те, кто держит DogiCoin, будьте готовы. Слишком ярко выраженная сона стопов и вероятность, что ее будут проносить, как минимум с квизом, быстренько сюда зайдут, быстренько откупят. Очень неплохая. Поэтому за своими стопами следите. А, честно говоря, я думаю, потенциал у Dogi довольно неплохой. И я думаю, здесь, если вы инвестируете долгосрочно стопы, то, в принципе, можно и убрать. Потому что вероятность заработки на этом активе очень неплохая. Подводя итоги, хотел бы сказать, что не обматывайтесь позитивной ситуацией на рынке. Всегда, всегда где-то какой-то может быть подвох. Поэтому имейте просто это в виду. Да, если мы проходим, если мы закрепляемся, здесь потенциально с коротким стопом можно зайти. Но ни в коем случае не сейчас до закрепления. Потому что если вы зайдете сейчас, вы с очень большой вероятностью попадаете на то, что у вас с текущих 24, 23,5, 24,5 скинут куда-нибудь в диапазон 16-17, а то и ниже. Будьте очень аккуратны. Сейчас со стопом точно заходить нельзя. Только на пробитие. Лайк, подписка и комментарий. Это лучше для меня мотивация. Вам всего самого наилучшего. До следующего выпуска. Работаем. Субтитры сделал DimaTorzok